Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 11 декабря вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Рынок пшеницы развернулся и пошел вниз. Экспорт удобрения остановила бюрократия. Подсолнечнику предрекли интенсивное падение под Новый год. Эти и другие новости. Далее выпуски. Экспортные цены на российскую пшеницу снизились впервые в этом сезоне. Аналитики говорят, что рынок развернулся и пик цен в этом сельхозгоду, вероятно, уже пройден. С начала сезона и до самого декабря мировые цены на пшеницу неуклонно росли. Последний всплеск произошел, пожалуй, 29 ноября, когда египетская компания ГАСК провела очередной тендер и закупила довольно крупный объем пшеницы – 600 тысяч тонн по рекордным ценам – от 350 до 353,5 доллара за тонну с поставкой 9-20 января. Почему импортер был готов заплатить так много? Мир в тот момент ждал сокращения урожая. В Австралии как раз в период уборки начались дожди, и аналитики заговорили о том, что ни того качества, ни того количества, которое ожидали от Австралии у нее, не будет. Но все эти опасения исчезли вместе с осадками. Южное полушарие готово выбросить на рынок новый, достаточно неплохой урожай. И, как итог, цены падают и на мировых биржах, и на Черном море. По данным Совекона, цена опустилась до 340 долларов за тонну, по данным Refinitiv – до 335 долларов за тонну ФОП Новороссийск. Проблемы в Австралии заканчиваются, виды на аргентинский урожай улучшились, Украина почти убрала рекордный урожай кукурузы. Перечислил главные факторы снижения рынка аналитик Андрей Сизов. Глава Совекона предполагает, что нынешнее падение мировых цен поломает восходящий тренд, который мы наблюдали все это время. С ним согласен и глава ИКАР Дмитрий Рылько. На выставке ЮКАГРа Дмитрий Николаевич отметил, что ИКАР проанализировал данные с 2007 года и выяснил, что если цена на пшеницу доходила до рекорда на ФОБе до 1 января, то никогда после нового года она уже не росла. Впрочем, отметил Рылько, совсем не обязательно, что эта тенденция сохранится и в нынешнем сезоне. Ковид опрокидывает абсолютно все прогнозы, заметил аналитик. В краткосрочной перспективе цены на пшеницу будут снижаться. В глубоководных портах спрос ослаб, трейдеры говорят, что накопили достаточно зерна для исполнения своих контрактов. По данным Совакона, пшеница в порту стоит 17 600-17 700 рублей за тонну. На малой воде, по данным про зерно, снижение составило около 8 долларов до 314 долларов за тонну. ФОБ Азов Ростов. Экспортная пошлина до 14 декабря установлена на уровне 84,9 доллара за тонну. Ставропольский край может потерять по 15 центнеров с каждого гектара пшеницы, то есть около трети урожая. Такое заявление российской газете сделал глава Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ставрополья Василий Лопатин. Недобор будущего урожая глава Кор объяснил тем, что многие мелкие и средние фермеры края, в том числе и он сам, в этом году сеяли озимы без фосфорных удобрений. По словам Василия Лопатина, дешевых удобрений нет в наличии, и хозяйствам приходится покупать у дилеров то, что стоит значительно дороже. Себестоимость зерна растет, а вот цена на него не радует. Величина пошлины болезненно сказалась на фермерах. Мировые цены в пересчете на нашу валюту составляют около 25 тысяч рублей за тонну, а на экспорт мы продаем за 15 тысяч рублей, платим не менее 5 тысяч рублей пошлины с каждой тонны, заметил Лопатин. Это четверть от прибыли, если судить на примере моего хозяйства. В одном из предыдущих выпусков мы сообщали, что с 1 декабря правительство России ограничило экспорт удобрений при помощи квоты. Многие тогда удивились. Квота оказалась настолько большой, что фактически не сдерживает вывоз удобрений, а утверждает его в стандартных объемах. Впрочем, отгрузка удобрений с 1 декабря все же была приостановлена. Правда, не из-за квоты, а из-за типичной российской бюрократии. Чтобы отгрузить удобрения, заводы должны были получить специальную лицензию у Минпромторга. Подготовить документы вовремя ведомство не успело. Декларирование минеральных удобрений и отгрузки начались только 5 декабря. В пресс-службе Минпромторга объяснили, что в задержке виноваты сами производители удобрений. Якобы в документах, которые они подавали для получения лицензии, закрались ошибки. Президент России Владимир Путин назвал основной проблемой российской экономики и всех жителей страны рост инфляции. В ноябре в годовом выражении она составила 8,4%. Глава государства заявил, что в 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%. Владимир Путин согласился, что рост цен на продовольствие носит глобальный характер. Продукты питания дорожают по причине чрезвычайно мягкой бюджетной политики ряда зарубежных стран, развитых экономик, отметил президент. В качестве противодействия инфляции он призвал увеличить предложения товаров на внутреннем рынке, прежде всего продовольственных товаров. В 2022 году должны существенно увеличиться производство и поставка мяса, сахара, овощей, заявил президент. За счет чего производство должно вырасти. В Минэкономразвитии журналистам отвечают, что внутренний рынок насытится благодаря комплексу мер господдержки, субсидиям, льготным кредитам, экспортным квотам и пошлинам. В то же время в Минэке признают, что инфляция в среднесрочной перспективе все же будет зависеть от ситуации на ключевых сырьевых рынках во всем мире. К слову об инфляции. С 1 декабря в России стала обязательна цифровая маркировка молочной продукции со сроком годности менее 40 дней. Возможно, вы уже видели QR-коды на бутылках с молоком. Чтобы нанести их, переработчики молока были вынуждены приобрести оборудование, а еще платить за каждый значок. В начале этого года правительство обещало дать молзаводам господдержку, чтобы компенсировать затраты на внедрение цифровой маркировки. Но этих денег молочники так и не увидели, сообщает Южный молочный союз. Федеральное объединение «Союз молоко» отмечает, что уходящий год стал рекордным по затратам на молочное производство. Себестоимость молока сырья за 10 месяцев увеличилась на 28%. Стоимость переработки подорожала на 14-16% к аналогичному периоду 2020 года. Впрочем, молочные фермы государство обещало поддерживать субсидии на закупку кормов. Уже несколько месяцев чиновники повторяют, что на эти цели будет выделено 10 миллиардов рублей. Правда, в хозяйствах этих денег пока тоже не увидели. Вопрос, на чем лучше сидеть, на деньгах или на урожае, становится как никогда актуальным и для производителей подсолнечника. Правительство России заявило, что пошлина на экспорт подсолнечного масла повысится до 280 долларов за тонну. Масложировой союз говорит, что прямым следствием повышения пошлины станет серьезное снижение закупочной цены на сырье у производителей масличных. При существующих экспортных ценах на масло стоимость подсолнечника на внутреннем рынке должна быть не выше 35 тысяч рублей за тонну без НДС, заметили в Союзе. По словам переработчиков, экспортные котировки на поставки масла в декабре и январе уже подешевели до 1350 долларов за тонну. По их прогнозам, в конце декабря-начале января рыночный баланс будет в плюсе. Тогда и начнется интенсивное падение цены на подсолнечник. Минсельхоз России подготовил законопроект, который с 1 января 2025 года лишит граждан права собственности на землю, если эта земля не была оформлена в надлежащем порядке. Речь идет о так называемых земельных паях, правом на которые граждане были наделены после приватизации совхозов и колхозов. Если человек в 90-х годах получил свидетельство о праве собственности, но не выделил участок в натуре, то есть не провел межевание границ, то с 1 января 2025 года право на землю он утратит. Согласно законопроекту, который подготовил Минсельхоз, процедура перехода таких земель в муниципальную собственность будет значительно упрощена. Если сейчас невостребованные наделы переходят в собственность муниципалитетов только по решению суда, то после принятия законопроекта в судебном решении уже не будет необходимости. Так что у россиян осталось 3 года, чтобы убедиться в том, что их участки существуют на кадастровой карте и имеют отмежеванные границы. По традиции закончим выпуск воодушевляющей новостью. Ученые США заявили, что современная наука сможет победить такое страшное грибковое заболевание, как фузариоз. Исследователи университета Иллинойса 20 лет прививали растения пшеницы спорами фузариоза и выясняли, насколько тяжело проходило заболевание и сколько содержалось в зернах вомитоксина, основного токсина, который вырабатывается при этой болезни. Исследования показали, что селекция способна вывести на рынок пшеницы сорта, которые будут абсолютно устойчивы к фузариозу. По словам науки, если усилия по селекции продолжатся, уязвимость к фузариозу может быть полностью устранена в течение каких-то 40 лет. Но что вы хотели? Фузариоз это не коронавирус какой-нибудь, так что с ним быстро не справишься. Одна надежда, что ученые нашего передового национального центра зерна имени Лукьяненко в Краснодаре смогут вывести абсолютно устойчивую к фузариозу пшеницу раньше американских коллег. Потому что хотя бы в селекции пшеницы Россия все еще не уступила мировой науке. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что остаетесь с нами, спасибо за ваши лайки и комментарии. Всего доброго, до новых встреч!